Флагманский Infiniti QX80 пережил модернизацию интерьера. У машин 2022-го модельного года изменилось оформление центральной консоли. Отныне единый тачскрин заменил собой пару отдельных экранов. Широкоформатный дисплей внушительный диагональю 12,3 дюйма, а потому интерьерщикам пришлось видоизменить дефлекторы вентиляции, а также внедрить другой пульт управления климат-контролем. Также поменялось положение клавиш и рукояток на центральном тоннеле, где вдобавок появилась специальная площадка для беспроводной зарядки гаджетов. К слову, к медиасистеме смартфон можно подключить по протоколам Apple CarPlay и Android Auto. На американском рынке подновлённый флагман появится этой осенью, но до России, очевидно, доберётся несколько позже. Между тем, Infiniti попросила Даниэля Вюрцеля отметить растущую линейку внедорожников и кроссоверов бренда. Для этого знаменитый художник-скульптор из Нью-Йорк создал новую запоминающуюся инсталляцию. В итоге была создана синусоидальная волна, в которой воплощена философия японского премиум-бренда — смелость, прогрессивность и человеческое начало. Работа Даниэля во всём мире ценится за грациозную пластику, естественную элегантность и кажущуюся лёгкость. А всё потому, что Вюрцель не просто художник и скульптор, но также талантливый инженер. Скажем, синусоидальная волна завязана на сложнейшую координацию десятков вентиляторов, которые создают циклическую аэродинамическую схему. А закончить выпуск будет логично новостью от родственной марки Ниссан, у которой имеется рамный внедорожник Терра, построенный на основе пикапа Навара. Но предлагают модель только на азиатских рынках — в Китае, Таиланде и Тайване. Так вот, Терре стукнуло только три года, но её уже подвергли большому рестайлингу, заменив немалую часть кузовных панелей, а также внедрив светодиодную оптику. Получилось стильно и импозантно. Интерьер совершенно новый, скройный по современным ниссановским лекалам. Притом ради пущей солидности машине добавили двухцветную обивку салона и несколько любопытных опций. Среди последних, например, 11-дюймовый экран для пассажиров второго ряда. К слову, рядов здесь три. Семиместный формат остался неизменный. Также не изменилась агрегатная начинка. Это 200-сильный битурбодизель, семидиапазонный автомат и задний привод. Полноприводная трансмиссия доступна за отдельную плату. В родном Таиланде Терра 4х4 стоит полтора миллиона тайских батов. В пересчёте на российские рублей больше трёх миллионов.